Руат запускает голосование, целью которого является выявить лучших автопроизводителей в различных категориях. Так называемый индекс DSI показывает сильные и слабые стороны автопроизводителей, по мнению дилерских сетей. Именно об этом сейчас в нашем сюжете. Впервые опрос DSI был проведен в октябре 2007 года. За основу была принята анкета французской автодилерской ассоциации CNPA. Основным партнером Руат в проведении голосования традиционно выступает компания EY. Принять участие в опросе и оценить работу представительства марки, с которой работает компания, могут все официальные дилеры России. Анкета DSI включает вопросы, касаемые поддержки и помощи в развитии со стороны концернов. А именно, продажи новых автомобилей, послепродажное обслуживание, реклама и продвижение, сохранение и развитие дилерской сети, финансовые отношения, коммуникация и обратная связь. Ежегодно в голосовании принимают участие более 100 дилерских холдингов, от небольших до лидеров рынка, что дает возможность составить максимально объективную картину. Также данный проект рассчитан и на то, чтобы дать обратную связь производителям и скорректировать их действия по отношению к партнерам. Руат призывает все дилерские холдинги принять участие в проекте. Анкета для голосования станет доступна с 13 сентября. И напоминаем, что голосование проводится анонимно и конфиденциально. Время подвести итоги прошлого месяца. По данным АЕБ, август 2021 года ознаменовался падением уровня продаж на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на российском рынке в августе было продано 114 130 автомобилей. По данным индексу Руат, динамика контрактования показала нулевое значение с учетом данных о расторжении контрактов. Вице-президент Руат Владислав Рыдаев считает, что подобная ситуация сложилась из-за того, что индекс снизился с мая более чем на 23%. Однако, несмотря на это, потребительская активность выше, чем в августе прошлого года. Восьмидесятилетие компании УАЗ – знаковая страница истории не только для Ульяновска, но и для всей нашей страны. Первыми автомобилями, вышедшими из стен автозавода, стали ЗИС-5В – знаменитые трехтонки. Этот грузовичок был одним из основных транспортных средств Советской армии на фронтах Великой Отечественной войны. В наше время УАЗ знают во всем мире благодаря модели 469, первые версии которой появились на свет в 1972 году. Одним из достижений данной машины стал подъем на вершину Эльбруса всего за 25 минут. За несколько десятилетий на заводе произошло немало перемен. Ведется непрерывная работа по модификации всех выпускаемых моделей и производству новых. С целью внедрения новых технологий УАЗ привлекает к совместной работе до 50 научно-исследовательских, проектно-конструкторских институтов и учебных заведений. 5 сентября в рамках празднования юбилея был показан новый внедорожник УАЗ «Спартан» и «Вии», фактически являющийся электрической версией УАЗа «Хантер». Показанный прототип был разработан и подготовлен совместно с чешскими партнерами компании MWM. РОАД поздравляет УАЗ с юбилеем и желает дальнейшего развития. Будьте в курсе самых актуальных событий автобизнеса на РОАД ТВ. РОАД ТВ.